Привет, друзья! Меня зовут Элик Герт, я коммерческий иллюстратор, и в этом видеоролике я покажу вам, как рисовал иллюстрацию с муреной, которую затем использую для печати на этикетке крафтового пива. Погнали! Вот так выглядит финальная иллюстрация. Заказчик прислал мне, как печатается эта этикетка. Мне кажется, это очень интересный процесс. Вообще всегда приятно видеть, как используется ваша иллюстрация в жизни. Это добавляет какого-то энтузиазма к будущим работам. Вот такой скетч мне утвердил заказчик. Я делал приблизительно 9 вариантов различных поз мурены, которые я срисовывал с фотографии, которые я взял в интернете. И вокруг этой мурены расположены как бы срезы фруктов. Они попросили меня сделать этикетку в зелено-желто-салатовых оттенках. И я сразу делаю на фоне вот такой цвет, чтобы уже все цвета, которые я буду использовать, уже накладывались на этот основной цвет фона. Как видите, у меня в слоях уже в этом файле я подготовил несколько фотографий, референсов, как выглядит мурена. И периодически включаю их и сверяю, туда ли я иду или не туда, где у нее расположена какая-то выемка, как у нее выглядят ноздри. У нее, кстати, очень интересные ноздри, которые как бы торчат наружу. Я, кстати, этого не знал, пока не посмотрел фотографии. И затем в отдельном слое я рисую слой сосновый. То есть я беру свои кисти, которые вы можете скачать по ссылке в описании к этому видео. И полностью как бы рисую такую трафаретную полностью заливку, в которую я потом буду добавлять детализацию. Эта техника позволяет затем в дальнейшем очень хорошо и удобно использовать эту иллюстрацию при печати, допустим, шелкографии. После того, как я сделал вот этот слой сосновый, такой трафарет полностью, да, силуэт этой мурены, я уже ластиком начинаю прорисовывать, то есть стирать в этой заготовке уже линии, да, которые являются, собственно, обводкой, лайном, да, то есть делаю детализацию этой мурены. Вырисовываю плавники, глаза, зубы, ну и все-все-все детали. Кисти, которые я использую, они такие шероховатые, да, что в дальнейшем при добавлении объема даст в целом такое ощущение крафтовости. Кстати, заказчик это пивоваренная компания, которая расположена в Нидерландах. Я уже рисовал с ними несколько иллюстраций, это очередная этикетка для нового сорта пива. В отдельных слоях я рисую, собственно, такую же основу для фруктов, и там, где этот фрукт находит на изображение, на слой, вернее, даже с муреной, я стираю в слое с муреной, чтобы заготовка с фруктом не перекрывала тело мурены. Эта техника позволяет очень хорошо печатать эту иллюстрацию шелкографию, да, чтобы эти слои, эти цвета не находили друг на друга, не перекрывали, и, собственно, требовалось меньше доработки ее уже в техническом плане. И когда я уже сделал такие заготовки для фруктов, для мурены, уже нарисовал, собственно, линию ластиком, да, то есть я стер в этом слое ластиком эти линии, я уже делаю объем в этих объектах. Я выбираю инструмент кисть и ластик, то есть основные мои два инструмента, которыми я рисую кисть и ластик. И в обоих этих инструментах я выбираю одинаковую кисть, то есть кисть, которая состоит из маленьких точек. И вот в этом слое, в котором я собираюсь рисовать объем, я делаю маску слоя и рисую, собственно, этой кистью. И одновременно стираю, да, то есть где у меня там немножко слишком усиливаются какие-то темные области, я их осветляю, используя ластик с такой же кистью. И вот этот темный цвет, который вы видите, да, состоящий из точек, это, собственно, цвет фона. Этот этап мне нравится больше всего, потому что здесь уже проявляется весь объем, все нюансы, все детали объектов, да, тех персонажей, которые я рисую. И повторюсь, не забывайте смотреть на референсы. Как видите, я прям располагаю фотографию с муреной, да, которую я срисовываю, и уже смотря, как располагаются какие-то тени и детали у этой мурены, рисую такое же у своей мурены. Да, кстати, если вам неудобно вести руку под каким-то либо углом, холст всегда можно перевернуть, то есть повернуть по часовой или против часовой стрелки. Для этого нужно зажать на клавиатуре кнопку R. Чтобы вернуть изначально расположение холста, нажмите кнопку Escape. И все вернется так, как было. Да, друзья, не забудьте поставить лайк. Вам не сложно, а мне очень полезно и приятно. Так алгоритмы YouTube будут лучше ранжировать это видео, и его смогут увидеть большее количество людей. Также напомню, если у вас есть возможность поддержать меня и мой канал, то вы можете сделать это с помощью сайта Boosty. Ссылка на этот сайт будет под этим видео. Также там вы можете скачать мои иллюстрации в формате PSD, чтобы самим покопаться и посмотреть, как они нарисованы. И по такому же принципу я рисую объем на фруктах. Когда я набросал такой предварительный объем, я уже начинаю более детально прорабатывать всю иллюстрацию. Я прорабатываю фон, то есть добавляю там тоже такие шумные текстуры. Добавляю туда оттенки циана, то есть такого ярко-голубого цвета, чтобы сделать иллюстрацию более живой, более с какими-то отблесками ванды. И затем начинаю прорабатывать освещение уже на мурене. Я делаю новый слой и используя клиппинг маск, то есть я вкладываю как бы верхний лежащий слой в нижний лежащий с помощью кнопки Alt. И этой же кистью начинаю рисовать, как бы представляя откуда идет свет. Свет я представляю, что идет сверху. Рисую освещенные участки на мурене. Когда я сделал такой базовый слой с более светлым цветом, я делаю еще один слой. И беру еще более светлый оттенок зеленого и прорисовываю еще какие-то блики на коже мурены. Дальше я решил сделать такую голубую подсветку, которая идет снизу. Опять-таки используя другой слой клиппинг маск, я своей текстурной кистью прохожу по нижним частям мурены. И получается, как будто бы, что она как будто освещена каким-то голубым цветом снизу. Как видите, вот так этап за этапом, добавляя слой, каждый раз беря какой-то более светлый оттенок, я прорабатываю освещенные участки, за счет этого формируется объем у иллюстрации. По абсолютно такой же схеме я добавляю цвет и какие-то отблески на фрукты, не забывая, разумеется, смотреть на референсы. Не забывайте, друзья, когда у вас есть несколько объектов в одной композиции, и они расположены рядом с друг другом, эти объекты будут влиять друг на друга, то есть они будут отбрасывать какие-то цветные отблески друг на друга. Вот, допустим, желтый фрукт будет отбрасывать желтые оттенки на кожу мурены, а кожа мурены, зеленая, да, и, собственно, все окружение будет отражаться в желтизне фруктов. И таким образом вы сможете более реалистично расположить эти объекты, как бы интегрировав их в окружающую среду. Подобный нехитрый прием, если вы будете пользоваться им, добавит реалистичности во всю иллюстрацию. Я еще сильнее прорабатываю задник, то есть то, что находится на фоне. Ну и вот такая иллюстрация у меня получилась в итоге. Я рисовал ее не очень долго, порядка шести, по-моему, часов. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И больше рисуйте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok